Друзья, всем привет! Где-то месяц, даже полтора назад, начал вот эту вот композицию для выставки, но все отменили из-за карантина, закрыли. Продолжать работать над ней я не стал даже для себя. На днях вспомнил про нее, думаю, сейчас закончить ее за пару дней. Работа на тему музыки, праздника. Ранее я уже делал похожие композиции из этой серии, и я даже успел вот этой вот поучаствовать в выставке, а это пролетело. Но, думаю, июньская выставка все-таки состоится, как раз допишу, оформлю и выставлю именно эту работу. Сегодня немного поработаю с цветом, деталями, где-то успокою, чтобы не лезло. Писать буду тонкой кистью, двойкой, мастихином и пальцами. Когда добавляешь мелкие детали, то есть даже незначительные, как вот эта вот линия, работа, композиция, сразу же интереснее начинает смотреться. Хотя, по большому счету, эта линия, я ее делаю, чтобы просто передать складку в одежде. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Люблю писать пальцами, даже, наверное, больше, чем мастихином. Люблю, когда руки в краске после работы, да и во время. Вообще, тащусь от этого просто в кайф. Очень мягкая живопись выходит, когда пишете именно пальцами. Вообще, не понимаю людей, которые одевают при работе с маслом, с масляной живописью, с перчатки и пытаются что-то сделать, написать. Ведь суть этого материала – окунуться в него, почувствовать, что это такое. Только тогда получится живопись. Оставить в своей работе отпечаток в прямом значении этого слова. Если честно, когда вижу людей, которые пишут в перчатках, охота, блин, по рукам треснут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА